лечебные свойства денежного дерева толстянка известная как денежное дерево применяется в народной медицине не одно десятилетие ее листья с лечебными свойствами способны заживлять раны и ожоги оказывать анестезирующие и противовоспалительные действия снимать отеки и бороться с вирусами помогать при варикозе и артрите однако необходимо помнить что в составе толстянки есть соединение мышьяка лечиться ею надо осторожно как толстянка помогает с разными недугами действия арсенида в соединении мышьяка с другими элементами имеет лечебный эффект широкого свойства и лекарям древности это было известно с их помощью люди боролись с поражениями кожи расстройствами жкты и даже эпилепсией именно потому что арсениды входят в состав сока денежного дерева она лечит и хотя современная медицина не ратует за использование мышьяка поскольку он копится в костной ткани маленькие дозы как раз такие которые получают из красулы при правильном применении восстанавливают здоровье настойка на спирту из денежного дерева такую настойку обычно делают чтобы бороться с варикозным расширением вен и она действительно эффективна а готовится следующим образом берется любая стеклянная емкость банка стакан и так далее 1 дробь 3 от нее заполняется мелко нарезанными листьями денежного дерева потом все это заливается спиртом можно и водкой хорошего качества настаивается от 3 до 4 недель получившиеся лекарства помогает не только от варикоза она избавляет от ревматизма от воспалений троичного нерва а кроме прочего имеет эффект местной анестезии использовать настойку можно только наружно втирая в больную область применение от геморроя варикоза прыщей ангины этот комнатный цветок обладает выраженными полезными противовирусными свойствами что позволяет ее употреблять для лечения той же ангины для этого готовит водный раствор берут 10 листиков денежного дерева отжимают сок смешивают его с теплой водой 200 миллилитров от 3 до 5 раз в сутки полощут этим раствором горло кстати полученное лекарство помогает и в лечении воспаление десен для избавления от геморроя также используют сок листьев толстянки но в этот раз его смешивают не с водой а с вазелином состав наносит на ватную палочку и обрабатывают ею геморроидальные шишки делать это нужно до 3 раз в сутки если геморроя в начальной стадии и признаки его незначительны то в лечении используют только листики их разрезают на 2 и прикладывают к больному месту от варикозного расширения вен помогает настойка толстянки на спирту ею надо регулярно смазывать пострадавшие от недуга участки толстянка может помочь с разными недугами противовоспалительный эффект сока денежного дерева способен также избавлять от прыщей если они мелкие соблюдают следующие условия выжимают сок из листьев и смачивают в нем кусочек ваты после регулярно протирают те места на коже где появились высыпания если появился крупный прыщик то на ночь к нему прикладывают измельченный до состояния кашицы листик растения закрепляя пластырем за несколько часов он вытянет гной и снимет воспаление на коже лечебные свойства при порезах ушибах артрите домашним денежным деревом лечат и открытые поражения кожи те же порезы и ушибы для этого нужно 5 10 листьев в зависимости от величины раненого участка измельчить в кашицу и положить между два слоев марли или бинта в виде повязки наложить на рану менять через четыре часа этим способом лечат и ожоги но только в том случае если пузырей на коже не возникло при артрите помогает свежевыжатый сок красулы его нужно регулярно втирать в больной сустав это кстати с ними при болевой синдром облегчение недуга станет ощутимым через неделю-две как применять лечебный сок из листьев комнатного цветка в вышеописанных методах упоминался выжатый сок из кашицы в какую измельчали листья денежного дерева однако есть иное применение целебного сока когда листики просто разрезают и снимают с них кожицу делают это так чтобы избавиться от мозоли лист красулы прижимать к ней на ночь той стороной где кожица снята несколько раз пока мозоль не пройдет при легких ранах и незначительных ушибах также можно прикладывать такой листик проблему в рожьего ногти решают представляя разрезанный лист к месту которая воспалилась укрепив его пищевой пленкой и пластырем герпес лечит прикладывая к язве рассеченный листок толстянки в течение трех суток противопоказания и вред лечении растением для человека при широчайшем спектре целебных свойств толстянки нельзя забывать что она содержит мышьяк а значит имеет противопоказания которые надо учесть перед лечением сок и листья денежного дерева нельзя принимать внутрь порой народные рецепты советуют это но пусть и в малых дозах риск отравления есть симптомы отравления соком красулы будут такие повышение температуры рвота и понос нарушение сознания расстройство желудка лечитесь толстянкой осмотрительно аллергикам стоит проводить предварительный тест капнуть на кожу соком из листьев вместе сгиба локтя или на внутренней части запястья если появится зуд покраснение начнет жечь то лечиться денежным деревом нельзя а вообще людям склонным к аллергии рекомендуется предварительно получить у врача консультацию в заключение можно сказать что если подходить к лечению толстянкой разумно и учитывать противопоказания пользы для здоровья будет немалая не зря и и так почитали лекари древности она и правда способна облегчать недуги они только радовать глаз прекрасным внешним видом